По предварительным данным, порядка 58 гектаров земель сельскохозяйственного назначения незаконно были выведены в частную собственность. Ориентировочно совокупная стоимость этих участков оценивается в 52 миллиона сомов. Органами национальной безопасности раскрыта и пресечена деятельность так называемой земельной мафии в городе Бишкек и на территории Иссык-Кульской области. Здравствуйте! Земельная мафия – это устойчивое сообщество специалистов, занимавшихся незаконными махинациями земельными участками, особенно в период с 2010 по 2021 год. Но сначала о самой свежей информации от спецслужб. Буквально позавчера, последний день зимы, сотрудниками ГКНБ Кыргызской республики по факту вымогательства взятки был задержан сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызской республики, подполковник милиции КМК. Были задержаны также двое его посредников. Речь идет в данном случае о вымогательстве денежных средств в размере 20 тысяч долларов США. При получении части означенной суммы, а именно 4 тысяч долларов США, подозреваемые были задержаны, как говорится, с поличным. Задержание проводилось совместно с Военной прокуратурой Кыргызской республики в рамках возбужденного уголовного дела по статье 343 Уголовного кодекса Кыргызской республики «вымогательство взятки». Установлено, что указанные лица вымогали денежные средства за возбуждение уголовного дела по факту мошенничества и возврата автотранспортного средства, сообщает пресс-служба ведомства. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Ну а теперь вернемся к той самой земельной мафии. Итак, Государственным комитетом национальной безопасности пресечена коррупционная деятельность устойчивой преступной группы лиц в период с 2010 по 2021 годы, занимавшихся незаконным выводом государственных и муниципальных земельных участков в частную собственность. В преступную группу по данным следствия входили должностные лица органов местного самоуправления, судебных органов, органов кадастра, а также управления архитектурой и градостроительством. В результате следственно-оперативных мероприятий было установлено, что участники так называемой земельной мафии выявляли временно пустующие государственные и муниципальные земельные участки. Затем, на основании поддельных правоустанавливающих документов, эти земельные участки передавались в частную собственность. Ну и, наконец, путем принятия соответствующих судебных решений происходила их дальнейшая легализация. Установлено также, что таким образом в частную собственность незаконно были выведены, как уже было сказано, порядка 58 гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения, ориентировочной рыночной стоимостью более 52 миллионов сомов. 28 февраля 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски по месту жительства предполагаемых 13 членов земельной мафии в городе Бишкек и Высокульской области. Задержаны и водворены в ИВС ОВД города Каракол 5 ответственных должностных лиц из числа руководства органов кадастра, управления архитектурой и градостроительства. В ходе следствия действием остальных восьми членов данного преступного сообщества также будет дана соответствующая юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается. Я уже неоднократно говорил об этом, но, пожалуй, повторюсь еще раз. Мне, как простому человеку, как рядовому гражданину страны, абсолютно непонятно вот эта вот сегодняшняя мотивация преступных действий, ну вот того же сотрудника ГУР МВД, подполковника милиции, наверняка опытного оперативника и наверняка грамотного юриста. Иначе как бы он дослужился до такой верхушки в системе МВД? Возможно, я этого так и не сумею понять до конца. Чем же он руководствовался, когда вымогал деньги? О чем думал? Какие строил планы? Неужели вот эта эфемерная возможность разбогатеть, получив такую большую сумму денег сразу, напрочь отключила его мыслительные и аналитические способности? Неужели опытный, казалось бы, сотрудник органов внутренних дел до сих пор так и не сумел осознать и понять простейшую истину, понять, что времена беспрепятственного и безоглядного разгула коррупционных преступлений уже прошли, что сегодня любая попытка совершения коррупционного преступления на виду, на острие борьбы, так сказать, что любой взяточник и вымогатель сегодня выглядит так же нелепо и отвратительно, как, скажем, черный жук, ползающий по белой скатерти? Мы же говорим об этом чуть не каждый день. Спецслужбы сообщают о многочисленных фактах того, как в руки правосудия попадают взяточники, вымогатели, как проходят задержания коррупционеров, чиновников и сотрудников правоохранительных органов в том числе. Но самое удивительное то, что каждый потенциальный преступник, видимо, непременно хочет лично сам убедиться в том, что времена разгульной коррупции, вымогательства и мздоимства на самом деле уходят в прошлое. Хотя, как видно из практики, их желание учиться на собственных ошибках приводит к довольно печальным и бесперспективным, я бы сказал, результатам. Очевидно, что именно это и предстоит понять и задержанному подполковнику милиции, и обвиняемым в махинациях членам так называемой земельной мафии. И если я прав, предполагая, что жажда наживы лишает человека разума и мыслительных способностей, то активная борьба с коррупцией покажет нам еще немало черных жуков на белой скатерти. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!